у ребята всем 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 большой привет сегодня у нас классный и полезный square подкаст вид как обычно ведущий слева данияр ведущий справа дархан и у нас сегодня спешил гость это баран байс обыржанов вот так консультанция по питанию реалити-шоу галереи красоты как вам а я из слов галерея красоты знают только галерея красоты незнакомо слов я помню же видно что нет галерея это же в ноги и такое это было галерея там захочешь там фотки ладно продолжайте в общем буран бай является экспертом по питанию онлайн реалити-шоу галерея красоты это шоу международная а буран бай вот будучи таким красивым ярким специалистом консультантом по питанию является там консультантом вот так а можно тем человеком который меняет привычки уже с нашел больше да это прям же эти туда заселяются куда-то люди да что-то но на самом деле как бы люди не живут там где они жили просто они проживают в разных точках разных городах то есть это международный проект включает себя несколько стран и вот я один из этих участников проекта консультант по питанию который работает с участниками проекта мы значит меняем привычки питания помогаем достичь участникам реалити-шоу их по цели там большая группа экспертов то есть команда над каждым из участников работает целая команда это фитнес это внешний уход это алексей ягудин мотиватор и алексей ягудин коньки были коньки и вот выгодите меняйте привычки людей и 21 день до за 21 день можно там привычку эту изменить то есть 21 день повторять одно и то же новый новый какую-то привычку например не знаю вставать всем утра и вот и 21 день по 3 7 утра на 2 2 день все ты привык ставать им утра до на самом деле вот если говорим мы о галерее красоты частности дата сам-то проект длится не 21 день то есть это порядка трех-четырех месяцев для того чтобы человек пришел там я не знаю со 100 килограммами да и оказаться там 80 килограммов этого 21 день недостаточно то есть это как минимум там трехмесячная программа питания а все начинается со сбалансированного завтрака это самое легкое понимаете парни там утром встал пока собираешься на работу или куда-то выдвигаться там выпил алоэ дальше чай по дороге едешь где-то в машине или в такси или там я не знаю на метро двигаешься выпил себе стакан полезного вкусного протеинового коктейля и все ты заправился заправил себя классным топливом который тебе достаточно на несколько часов и дальше уже двигаешься делаешь там свою работу все с этого начинается это как утром почистил зубы получается правильный завтрак это попить одно потом третий но прям яичница суша яичница тоже бывает это не проблема но знаешь моем окружении очень мало людей у которых есть время себе стоять утром жарить яичницу сейчас мир такой движниковый всем все опаздывают никому там нет в лишних там 15-20 минут чтобы стоять и жарить себе яичницу а после этого еще и мыть эту сковородку гораздо легче там налил себе полезные смузи взбил его и пока едешь завтракаешь понял вот про галерею красоты я допустим хочу стать участником что мне для это нужно сделать но первое нужно иметь желание поменяться вот что-то в себе изменить так у меня живот и вот убрать его нормально это в принципе неплохая цель но если у тебя мотивация если у тебя есть мотивация в шаг номер два встретиться с консультантом по питанию подать онлайн заявку то есть есть специальный сайт gk.show где есть анкета желающих поучаствовать или заходим на сайт компании гербалай в казахстан как бы и там есть такое окошечко связаться с консультантом по питанию все и подаем заявку дальше уже вопрос техники и это вот у каждого кто подаст заявку есть непосредственно возможность уже участвовать там шоу прям в съемках или или это уже происходит более таких местных локальных клубах которых вот ранее говорили ну вот смотри если мы говорим все-таки о шоу самом галереи красоты то конечно же там есть процедура отбора и не факт что там все попадут ну это связано и техническими ограничениями то есть выбирается на наиболее так скажем страшно желающие поменяться без как наверно какая-то шкала до желания вот но для всех остальных желающих поменяться есть возможность приобщиться к клубу здорового образа жизни это классная такая тема тусовка место где любой человек может там и уже вот убрать или наоборот добавить там или там поменять что-то в себе если есть такое желание то есть это место где с тобой будут работать для того чтобы довести тебя до твоей цели то есть есть два варианта взаимодействия понял ну вот я стал участником реальти-шоу и есть вариант шоу съемки как проект а есть просто я дома сижу у меня онлайн до какие-то курсы их прохожу и становится лучше получается такая история сушек онлайн курсов никаких нету это не это не университет не академия какая-то а я встречусь с алексеем ягудиным а суша не обязательно алексей ягудин а человек занятой да есть у нас барабан не обязательно я суша у нас есть тысячи тысячи классных консультантов по питанию грамотных профессионалов которые готовы с тобой будет встретиться и в живую до в клубе здорового образа жизни если ты такой занятой человек и тебе никогда дам выходить из дома они тебе наберут по телефону встретятся там онлайн на самом деле эта тема с комьюнити довольно интересная и один раз я вписался это был очень удачный опыт не в не в вашей комьюнити в общем на фейсбуке встретил страничку nike running running club знаешь таких ребят вот у них на фейсбуке страничка я такой о клево но и какой-то же майк же ну и running club а я тут бегать любил все записался они проводили тренировку в этом есть энтай фитнес по это гуга еще весь энтай по еще и бесплатно и шите полотенца дают все да ключик дают переоделся захожу из синта фитнес по там стоит диджей прошкевич и ведущий там у них не помню кто кто-кто давно кажется было три года три с половиной назад что ли около того я начинаю тренировку а я считаю себя всегда знаешь таким ну типа уверенным в тренировках я выполняю типа комбат комбат выполняешь выполняешь потом делаем вот так окей делаем вот так и вот все все делают и ты пытаешься успевать потом я понимаю что я не вывожу у меня пульс начинает зашкаливать я смотрю на часы смарт-часы 190 ударов в минуту у меня пульс и у меня знаешь в голове так тускнеет холодный пот я стою просто вниз у меня капает капает слезы тикают вверх все дальше продолжают на экране club мы комьюнити мы комьюнити знаешь как как эти как они знают как пульсовые наркоманы не так плохо стало и она вторую тренировку не пошел потом ну да ты получил такую ударную дозу радиации можно сказать до этого не подготовленную череда вообще да да я думаю почему бесплатно они типа я не знаю не на бренд популяризирует так и делают вот такие вот сходки бесплатные там я пошел в adidas и весь был один в adidas пошел на тусовку на экране клапан я специально пригли чтоб ты не пришел на следующее на самом деле вот эти ребята которых сейчас говорили они организуют сообщества вот как у вас в этих сообществах вы говорили есть сообщество прямо по по разным районам до города и но фактически да вот давай так мы же живем обычной жизнью и мы заняты мы там нас нет всегда времени и вот такие клубы здорового образа жизни это сообщество тех людей которые там хотят поменять свое сам состояние тела там я не знаю свою мотивацию они присутствуют сейчас каждом можно сказать районе микрорайоне там в поселках уже я знаю есть клубы здорового образа жизни в небольших населенных пунктах и это круто это круто слушай представляешь себе где-то мы сейчас не берем алмату а берем где-то там отдаленный район да где нет избытка вот таких вот клубов где ты был через дал там рассказываешь в это сообщество приглашается люди они видят друг друга как они завтра как они меняет отношение к еде как им становится лучше как они меняются и это такая совместная совместная мотивация совместная вот движуха и она дает силы и желание другим присоединяться и меняться что один в поле не воин один поле не воин ты же знаешь вот много там в окружении людей которые начинают ходить там что-то делать до меняться не знаю книги читать язык учить но когда через какое-то время не раз выпадает из процесса им недостаточно вот этой вот мотивация когда человек попадает сообщества пусть это будет спортивной или зожников или что-то еще то это все помогает идти дальше мотивирует на самом деле вот с тема сообществом очень хорошо то что она сегодня она вновь актуализируется потому что я вспоминаю книгу одного испанского автора про воспитание детей почему я в пример провожу потому что он там сравнивает про воспитание детей в различные эпохи он описывает как это было в двадцатом веке там под каждый десятый там года двадцатого века потом как двадцать первом веке и он вспоминает то что вот мы тоже часто вспоминаем от как советском союзе было и думаем то что это фишка совка было такое про сообщество касса нет оказывается в европе жили тоже похожим образом типа знаешь условно вот там жилой дом и в этом доме там они друг другом чаще общались потому что интернета не было все вот как-то вот соседями соседями общались и допустим очень часто дети там 1 условно говоря там же к жилого комплекса небольшого спокойненько могли проводить время у друг друга у родителей в этом же к потому что там один пока на работе тот пока то все а сегодня же как сегодня же каждая семья это как отдельная ячейка считается мы даже соседями не здороваемся очень часто вот то вот вы зарубить и соседями ну стараюсь здороваться даже если нет не не отвечает я все равно здорово я жду когда мы первые скажете то что говоришь не обидно такой же к я хочу здороваться только с настоящими соседями у нас такой жилкомплекс возможно это просто люди которые арендуют квартиру на какой-то большой срок и ты такой типа страсти здрасте больше не увидимся я хочу тебе сказать когда человек заходит в лифт я здороваюсь если человек не отвечает мне я ему желаю хорошего дня дальше когда он выходит я думал продолжаем беседу я думал каждый человек не выходит из лифта и очень сегодня на тему на самом деле так ну хуже становится вот в рамках общения сообщества потому что мы с одной стороны такие социальные все в инстаграмах да вроде комьюнити вроде там же подписчики у меня там есть я только вот смотрю мы как будто по интересам но в географическом плане мы друг другом вообще очень мало общаемся бывает даже не знаем кто живет на лестничной клетке а раньше тенденция была такая что соседи все друг друга знали даже детки у друг друга вот так вот оставались и это помогало в воспитании в понимании вот сообщества взращивание и даже последний вот special если вы смотрите они это интервью дэйва шапелла есть очень популярный американский комик и там есть очень популярный американский ведущий шоу дэвида леттермана и он там брал у дэви шапелла интервью и он в общем так получилось то что дэйв шапелл будучи вот очень успешен крутым он мог бы построить карьеру в любой из мировых столиц где хотел бы но он вернулся обратно в свой маленький городок свое сообщество потому что это я это мои люди и вот я понимаю что я возвращаюсь к этим истокам потому что мне здесь важно быть с этими людьми рядом быть общаться они меня любят я их люблю мы друг друга поддерживаем в таком ключе вот а как работает вот ваше сообщество где внутри в клубах здоровых жизнь жизни и скажем так вот я приведу свой пример первый раз я вообще ну так скажем посетил да попал в клуб здорового образа жизни это наверно шесть лет тому назад может быть семь лет уже максимум прошло и вот меня пригласил мой друг в этот клуб я прихожу суши там на моих глазах прошло более ста человек это небольшой микрорайончик был в городе астане в нур-султане на тот на тот момент и я даже не ожидал что там будет такое количество людей вот мы сели завтракать с моим товарищем как бы сидим там чай пьем общаемся разговариваем я говорю ну вот расскажи мне что здесь как как что за движуха и вот на моих глазах за вот эти несколько часов пока мы сидели общались завтракали прошло 100 человек и у всех результаты понимаешь кто-то набрал вес кто-то там тонус появился кто-то снизил вес кто-то просто там приходит посетить потусить пообщаться да там знакомых своих увидеть и в принципе это в основном люди с этого микрорайона это очень удобно и вот таких вот сообществ до клуба здорового образа жизни вот за эти там шесть лет там их тысячи сейчас появилось тысячи в казахстане казахстане и во всем мире во всем мире потому что я часто вот езжу путешествую как бы я стараюсь где бы я не был там и в таиланде и там соединенных штатах везде по крайней мере посетить хотя бы вот один из таких клубов здорового образа жизни это круто что таких людей которые хотят меняться и там объединяться становится все больше и больше поэтому это просто объединение тех людей которые хотят внести в свою жизнь там новую волну как то есть это не место это люди это люди это больше люди но понятно что физически есть место где собираемся да где это в принципе в каждом микрорайоне там небольшая какое-то помещение куда люди приходят там завтракают общаются делиться эмоциями своими и дальше уже там какие-то планы блин я с одной стороны вспоминаю вот многие не любят например эту фальшивую американскую улыбку да где вот так нет надо вот чтоб вот так вот так в таком ключе но спустя какой-то определенный период я понимаю что это важно вот это вот просто американская вот такая вот улыбочка хэллоу там толерантность потому что это позволяет наш новеньким людям хотя бы почувствовать что ты вот что-то хотя бы здесь вот рад быть это вот как не знаю приходишь с целью в тренажерный зал а там на тебя смотрят как будто ты гриф которым сейчас будет подтягиваться куда вот я помню только-только в зал пришел и такой у меня есть замечательная история похудения весил 108 килограмм я скинул 28 килограмм за полгода серьезно часа и вот знаете что просто не ешьте лук шучу нет такого способа типа нет вообще такого это пять раз в неделю 40 минут кардио каждый день вот и все вот он весь секрет похудения молодец ну блин ну не все так могут понимаешь ты вот такой красавчик пять раз в неделю кардио по 40 минут не у каждого получается да я знаю таких людей это я вот ждите вы ему так приятно не делаете я просто вспоминаю повезло я знаешь что я же фанат футбола и такой я хочу к вылезть как поль пагба и тогда еще сережку все сделай короче много лишнего еще надел волосы сделал да у меня было ракет внутри был сережку себе сделал сережку убрал ракет убрал новый понял что вес оказывается надо цель появилась да и пришел и когда приходишь в зал там как-то вот советы которые дают тебе вот там тренер не знаю местный как будто вот типа я же не просил что-то что-то вот не тут даешь совет яс я сам знаю как тянуть и что-то тянешь пытаешься а потому что мне кажется пусть знаешь нету вот этой улыбочки то есть ты как бы пришел и вот такие все эксперты внутри и такие все а когда вот есть такая вот американская вот эта улыбочка типа hello good morning вот так вот так мы тут вот так делаем с одной стороны типа ты более открыт каким-то новым вещам и понимаешь что как минимум здесь комфортно здесь типа меня не укусят там не желают мне плохого точно такая безопасная зона типа обстановками доброжелательные люди может быть он да искренне тебя добра не желает конечно но вот то что вот он сам по себе такой улыбчивый на как как бариста в старбаксе знаешь такой да не армаш кофе готов такой я бегу за свои кофе вот таком ключе хотя ему пофиг что за даниэр он сделал американу отдал тебе все ну да еще написали бы даниэр всегда с ошибкой вот в контексте того что ты говоришь приведу свой пример просто у меня была клиентка как там-то на ходила мой клуб здорового образа жизни и вот настолько ей вот этого тема тусовки атмосфера вот этой доброжелательной зашла что я как-то смотрю она уже это была осень или зима в алматы она уже отделась все позавтракала сбалансировано одела верхнюю одежду и как бы идет к выходу но не выходит идет выходу но не выходит и так вот продолжается минут пять-семь не я говорю сауле говорю вы все никак не уйдете она вообще говорит вот даже выходить отсюда не хочу настолько здесь мне хорошо классно и круто чтобы не хочется идти на работу вот тема этих сообществ клубах здоровый образ жизни это как раз вот дать человеку того чего не хватает в обычной жизни клёво внимание теплоты суши выйдешь за улицы вот нашей студии там что там там пробки там нервы там стрессы там кто-то нахамит тот она грубит а когда человек покупал попадает вот в это сообщество тех людей в клубах гербалайф то соответственно как бы они растворяются в этой теплоте плюс к этому еще есть отличное самочувствие а это участие в клубах бесплатная слушай в клуб может прийти любой человек любой вот ты знаешь получить консультацию пройти такой wellness тест оценку физического состояния тела вся эта работа вот консультантом проводится бесплатно дальше уже в зависимости от же пожелания как бы человека который пришел у нас есть порядка 18 продуктовых программ ему будет предложена какая-то программа программа сбалансированного завтрака или ужина в зависимости от потребности его человека будет предложена ему программа дальше человек уже примет сам решение программа полностью из продукции состоит а значит смотри будет предложен какой-то набор продуктов и благодаря этому продукт набору можно будет заменить некоторые приемы пищи не все только допустим или завтрак или вот человек допустим там ведет какой-то ночной образ жизни работает да там неурочно там пишет ролики то монтирует что-то еще сейчас очень много молодежи среди клиентов вот и может быть ему будут предложены вот такие сбалансированные перекусы сидя человек три-четыре ночи как бы человеку хочется кушать и чтобы вот как-то не бухевать в себя что попало там энергетики или какие-то другие вещи есть альтернатива я вот я бренд бренд гербалайз знаю из двух вещей это клуб лос-анджелес galaxy в млс у них этот генеральный спутна футболка всегда и christian ronaldo партнер до бренда гербалайф да совершенно верно как бы christian ronaldo является нашим бренд амбассадором уже на протяжении многих лет это сотрудничество не просто там основанная на рекламе голову помыл уложил это он действительно человек который продвигает вы знаете и зоши здорового образа жизни и кого значит он участвует на каких-то наших больших корпоративных мероприятиях как бы да то есть этот человек действительно продвигает бренд здорового образа жизни а что говорили к штану там даже проект продукт есть отдельный да да вот у нас есть такой продукт называется cr7 christian ronaldo номер 7 как бы ну вы знаете да с его посланием как бы где он обращается к партнерам клиентам гербалайф и призывает здорового образа жизни крутой продукт рекомендую попробовать вот после нашей это 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 пара порошок дакар 7 драйв да это в виде порошка он смешивается с водой и пьется до или во время тренировок как you people здесь ну на самом деле как бы порошковообразная форма одна из таких как аминокислота нам да вот как про протеин гейнер ну спорит немножечко другое но форма форма порошковая да клёво клёво и он есть просто не да да без проблем клёво это это крутой продукт если увлекаетесь там футболом там какими-то активными вещами там в горы ходите плаваете то однозначно надо включать классно а и какой самый яркий пример вот не знаю я понял что в процессе физической нагрузки в целом худеть оказывается легче всего то есть ты достаточно просто ну я вот прям неправильно просто худеть легче всего ничего не ешь пей много воды обманывая желудок воду пей и бегай как у гориллы все похудеешь однозначно в течение вот полугода 28 килограмм скинул да оказывается проблема набирать то есть правильно набрать намного тяжелее прям согласен что набирать мышечную массу сложнее чем снижать но и по поводу снижения все-таки я бы хотел немножечко да это тоже ставить свои пять копеек если это можно конечно дело в том что вот для снижения веса просто пить воду ничего не есть так не прокатит так не прокатит да потому что тело наше да все-таки это биологическая структура и организм его нужно питать ежедневно а питанием это является белки жиры углеводы так вот когда человек снижает вес нам задача просто заменить одну еду на более качественную которая богата полезными белками необходимыми жирами и там сложными углеводами и тогда снижение веса будет проходить очень комфортно человек не будет срываться его не будет вот так вот колбасе там не будет выпадать волос или там кожа не будет там сохнуть теперь по поводу набора мышечной массы да есть такая программа у нас тоже набора мышечной массы есть прекрасные результаты кстати в галерее красоты вот чем отличался вот этот последний сезон от предыдущих тем что был чувак который был на программе набора веса и набора мышечной массы и представься за три месяца он прибавил 140 мы мы не волшебники мы не волшебники мы не химики он дополнил плюс восемь килограммов за три месяца но это очень круто и это очень круто это хороший результат офигеть так сложно набирать при этом это было мышечная масса то есть это же все сканировалось на анализаторе грамотно набрать реально проблема такая бывает кушать и на меня тоже друг если он вообще не может набрать 61 весит на всю дорогу все время он специально ест он заказывал себе еду такую заказную 5 раз день приводит и вот еще один один приносит пять раз прям 5 приемов пищи там и он не мог набрать он ел ее ел там было много калорий уже дополнительно что ты вообще не может вот сегодня после нашей встречи можешь с ним поделиться сказать суши я слышал такую историю прикинь чувак за три месяца 8 килограммов набрал а ты ходишь здесь уже несколько лет не килограмма набавил go в гербалайф по крайней мере батончик тебе от меня за рекомендацию авансом батончик 7 1 вы знаете баран бай что еще интересно именно вот такой интерес в качестве плане женской женских требований и женской красоты локальной потому что очень много девушек казахстанок они например там вот строят себе кумиров из инстаграм моделей они бывают разными тоже популярная самая это семья кардашьян вся потом идут уже разные разные там да там у кого-то эмиль ротаковский у кого-то не знаю кого-то моника белучи до сих пор символ у кого-то то мудрый хэбборн у кого-то то есть у каждой девочки по сути да есть вот какие-то свои идеале красоты символ красота которому натянется байзакова тоже для кого-то символ красоты с ресницами с губищами худая да для тебя да все вот даник гоги арбалайф больше как ажам байзакова вот и но это все инстаграм диктует нам в тик токе немножко все-таки контент поживее там чуть по-другому а вот в клубах это непосредственно он оффлайн участие и вот здесь интересный такой вопрос и вот в локальных клубах сейчас красоты какие основные вот наверное запросы у женщин то есть что они хотят мужчин то же самое почему красота только для женщин да вот именно локально потому что что в инстаграме происходит понятно да это это некая такая картинка фейк может быть дайка то что в инстаграме проходит вот это первый такой запрос и это нормально то есть люди сейчас стали больше ухаживать за собой больше смотреть как бы анализировать как себя чувствуешь это вот такой первый глобальный запрос второй это конечно же контроль веса контроль веса потому что ну сейчас мы понимаем как бы даже появился такой термин рацион бедняка то есть когда человек переходит на такую углеводную еду соответственно набирает вес там и со всеми последствиями и тебе точно надо и соответственно как бы в гербалайф это второй такой большой запрос когда появляется клиенты о том что как контролировать свой вес для того чтобы удержать в определенных как бы каких-то диапазон а третий запрос но 3 наверное это вот мир такое очень много люди устают устают и вот я слышу постоянно даже с инстаграмом не пишут где-то там обращаются это вот суши постоянно усталость люди утром встают такие разбитые уже то есть они вроде бы ложатся и не поздно но утром таки уставшие это вот эта борьба вот с такими вот негативными последствиями наверно современного мира это вот усталость это отсутствие энергии тонуса это вот такой вот третий запрос ну мы встречаемся с такими людьми каждый день на улице каждый день вот я там выходишь детал где-то делать даже покупки тебя обслуживает там продавец да или официант или кто-то еще и смотришь там глаза потухшие энергии нету хотя возраст молодой а у нас есть для этого решения у нас есть целые программы это не не стоит каких-то колоссальных делать вообще встреча может быть бесплатной с консультантом по питанию а мы можем про деньги сколько это стоит среднем какая-то программа слушай это очень индивидуально здесь я я даже не могу вот ответить на этот вопрос здесь нужно гербалайф чем отличает от всех других да здесь нет такого шаблона вот это столько столько это столько стоит то есть гербалайф как раз отличает от всех других индивидуальный подход то есть ты садишься с консультантом а тебе делают такое анализ твоего тела до определяет какие-то там моменты ты делишь со своими ощущениями говоришь вот у меня такой-то режим жизни да я вот так вот живу так питаются при этом я хочу на выходе получить вот это и дальше ты с консультантом обсуждаешь как бы да вот что ты можешь что не можешь поменять свои жизни это очень индивидуально это круто почему растет так гербалайф да и появляется такие клубы здорового образа жизни можно сказать каждую неделю до новой нашей стране потому что индивидуальный подход клиенту присутствует а вы мне сейчас можете сделать такой уже консультант по питанию закончится передача без проблем а это долгий да ну это все-таки индивидуальный то есть мы должны с тобой сидеть там сделать анализ твоего состава тела как бы там обсудить и ритм жизни стиль жизни ну состав тела такой у меня две руки 16 килограмм харизмы 28 килограмм мужественности живот в таком ключе я просто думал если мы сможем что-то понять чтобы сколько это стоит это вдруг это какие-то космические деньги да не сушил миллиона там за на самом деле сейчас дороже ходить в какие-то там кафешки или аутсайд где-то там покупать себе перекусы чем вот купить такой батончик и сделать полезный перекус ну скорее всего очень очень конкурентно способна окей но я как понимаю да да что ты а с точки зрения бизнеса вот такая же такая же вот прям цифровые показатели да вот по запросам то есть если и вот по количеству запросов до первое место это антиэйджинг второе место это контроль вес и третье место это утоля ута 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 мимость да ута ута мимо да 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 вот это утомляемость да и а с точки зрения вот продуктов такой расклад до происходит то есть прибыльности компании то есть больше всего зарабатывает на антиэйджинге то есть или или запрос это одно а все-таки продукты которые на выходе это немножко по-другому это просто любопытство но смотри как бы да вот ты такой классный вопрос задал все-таки я бы хотел бы начать с предыстории о том что gear life это не только продукты там сбалансированное питание для всей семьи это также и возможности деловые то есть на самом деле помимо вот тех трех запросов которые я сейчас озвучил есть еще и запрос на возможности бизнеса потому что гербалайф предлал предлагает возможности быть предпринимателем широкому клубу кругу населения но слушай мы живем современном мире сейчас куча это большие сложности найти работу чем заняться там выпускники молодежь они где-то на подработках да то есть ну в поисках себя в поисках возможностей гербалайф дает такую возможность то есть у нас прямо есть такая значит проходит встречи деловых возможностей куда мы приглашаем людей где мы рассказываем как стать независимым партнером компании гербалайф и построить свой независимый бизнес кто-то совмещает то то скажем на полной занятости вот я увидел для себя 6 лет такую же возможность и это вот к тому о возможностях следующие как бы по поводу доходов конечно они у всех разные зависимости от того сколько времени уделяет человек этому этому делу также как и у вас да ты сегодня пришел записал подкастом или где-то поучаствовал на каком-то мероприятии заработал неделю выпал из процесса как бы понятно что там где-то придется на чем-то ужаться до своих расходах то же самое здесь но тем не менее такая возможность присутствует и я смотрю что сейчас очень много молодежи молодых людей приходят в поисках себя в поисках зарабатывания денег в поисках каких-то возможностей гербалайф дает эту возможность да здорово а по поводу этого шоу галерея красоты там просто в чем в чем в чем прикол от этих реалити-шоу то что ты смотришь на персонажа и на самом деле ты особо как зрителю тебе бывает все равно похудеет он не похудеет он результат ты смотришь на его психологическое до становления то есть потому что вот в этих шоу люди меняются как личность обычно это вот как знаешь шоу последний герой потом где вот есть по сжиганию жира да вот разные шоу по преображению потом я видел шоу популярные тоже где приходит женщина горит я хочу измениться и там у него команда стилистов парикмахеров психологов меняют женщину и она знаешь такая типа до и после и сейчас тик токи тренды тоже есть и по кем я была кем я стала там кем я был кто я сейчас и там музыку знаешь накладывают такую всякую это год смотри теперь у каждой как где рождение вот такого ключа и там человек психологически так меняется и и какие-то яркие примеры есть в этом шоу либо может быть вообще неудачные случаи конечно шоу уже там порядка 13-14 сезонов ситуации всяких было масса но первое что здесь нужно понять что вот в этом шоу не только там до и после да то здесь показывается вообще жизнь человека его семья ситуации какие-то семейные там может быть где-то психологические моменты и это первое второе прям по если вы посмотреть любую серию из этой галереи красоты там прям с героем разыгрывается сцена где идет борьба с его какими-то страхами которые сидят внутри него то есть что мешает вот человеку в достижении любой цели это снижение веса набор я не знаю изучение языка или там навыки там общения до с новыми людьми то есть это какой-то психологический затык и вот есть в каждой серии моменты как один из экспертов специалистов борется именно с этим с его таким каким-то затыком и допустим там есть и прыжки с парашютом это ныряние там плавание с дельфинами и я не знаю там прыжок с тарзанкой то есть это все что вот поменять человека вот такой вот сделать выброс адреналина поэтому само шоу она очень интересная и ложится что целая команда профессионалов работает над этим и это первое второе еще что классно после вот самого шоу есть еще пост-шоу то есть как поменялась жизнь после проекта через год через год полгода я не знаю там что-то произошло и там интересные ситуации жизненные кто-то вышел замуж что-то женился кто-то там я не знаю поменялся кто-то что происходит с человеком если он только удачные варианты на самом деле есть и всякие вот последний сезон где я снимался допустим один из героев его пришлось исключить потому что вначале он вроде бы заявил свое желание прошел отбор что я хочу меняться там лишний вес там где-то и посадишь там целая вот командная работает мы сейчас здесь сидимся да и работаем над какой-то целью этому человеку пофиг как бы он какой-то моментом сошел там все ему стало неинтересно какой-то что-то поменялось да и пришлось как бы этого человека менять делать замену потому что ну все-таки у нас есть цель какая-то довести человека до его жила желаемого результата у человека отпало желание вот если такие ситуации это жизнь это жизнь да и может быть может быть я просто свой свой опыт вспомнил есть в караганде короче военное училище имени талгата бегельдинова буржанка в алмате там два года казарма и я в девятом классе учился в таразе в школе и такой хочу туда сериал к детству насмотрелся хочу туда надо туда тернистый путь ездили в этот город сдавали экзамены готовились все сдал на третий день мама газ ван дэмда мама забери меня не хочу все передумал переобулся вот в таком ключе ну то это жизнь такая тоже жизнь то же самое и в наших клубах происходит это не он был у вас на сегодня кстати хорошая идея мы пригласим дашку по крайней мере я же уже придумаю конкретно но время же прошло ты уже другой человек ты же в динамике в развитии да поэтому на однозначно то что по крайней мере в клуб здорового образа жизни прийти посидеть и погонять кофе попить протеиновая или же там у нас очень много вкусняшек сейчас в клубах здорового образа жизни манты манты но суши пирожки блины самса я не знаю там выпечка это вообще наша тема наша тема нашей страны нашего народа у вас у вас есть какой-то вот такой порошкообразный продукт да из которую вот можно вы порошкообразная самса и вот так но на самом деле конечно все не так суши вот есть мука давайте скажем это же порошок мука мы привыкли там с детства там и все прочее там кушать баурсаки выпечку манты и самсу она с чего делается там тесто 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 это порошок то же самое гербалай то есть есть такая полезная смесь с которой готовится та же самая выпечка кексы маффины блины самса там помни рожили и все прочее баурсаки прикинь такие протеиновые протеиновые баурсаки да есть все это есть суши мир пошел уже далеко вперед это смартфуд это современная еда нужно быть в тренде не отставать от этого если кеспе сделать не необычное тесто в этот протеиновый прикиньте мясо жир и кеспе протеина ты про батор так и было раньше раз я недавно общался со своими коллегами с одной из близлежащих стран восточных тоже где они также партнеры герба интересно чудо стран это узбекистан и совершенно мощно конечно вот эта тема кулинарии выпить выпечки тоже продвигается вот самса герба самса с мясом герба самса герба лагман да то есть везде дабы а в чем отличие в том что она менее жирная в ней больше протеина больше клетчатки и она полезная ну круто я на самом деле думал что компания американская сама по себе да да это американцы я думал что только такие продукты чисто таки на нейтральные батончики что что-то мы классно что есть как сказать адаптация до под рынок под местные и можно не ограничивать себя допустим то ли тебе нужно ну морально выпить какой-то порошок грубо говоря да то ли там блинчик с холодкой по-другому воспринимается или самсу ту же сам на все знаешь на все предпочтения вот есть клиенты которые говорят что нам вот нравится протеиновые коктейли это быстро удобно там шейкер взбил как бы пока едешь пробки стоишь красный загорелся там уже можно сказать позавтракал да а есть те люди которым га сша она вот зашла тема там выпечки нам нравится там что-то готовить полезное ужинать там тем же пирогом или чем-то еще запивая там полезным чаем или кофе и много сладостей всяких полезных и при этом человек получает результат герба сам сайта знаешь там то есть порошок и для герба муки герба бараны специально они едят герба траву это же современные тренды экологично экологично быстро полезно мир такой сейчас и бригин потом как в корпорациях вырастают на основе этих продуктов герба люди и там сидит буран бай в кресле как магнета выезжает здравствуйте герба люди все ходит спокойно сам это же это конечно эта тема будущего роман есть вам сколько лет не 47 как давно была сделана фотография это наверно года полтора тому назад капец в форме по идее спасибо спасибо но сама деятельность моя фотография хорошо что я футболки в нее он так скажу знаете потому что там я не очень хорошо выгляжу на самом деле это все это образ жизни или вы всегда такой бы давай так гербалайф это образ жизни это просто образ жизни такой сколько стоит ботанчик суша я не знаю там не могу сказать честным деньги 200 может но прикольно вкусный если он вот здесь если говорить более это глубоко здесь фактически нет с простых углеводов здесь есть белок почти 10 граммов белка что получить вот 10 граммов белка это тебе нужно такой кусок мяса приличность есть плюс здесь есть клетчатка и сложные углеводы 10 грамм белка да есть грамм белка это 500 грамм творога ну вот а я вот этого чистого батончик уже лучше себя чувствую герба человек ты еще не пробовал наш кофе серьезно вообще офи у нас есть кофе у нас есть кофе самый что ни на есть настоящий в чем его отличие от стандартного кофе в том что в нем присутствует белок протеин то есть он не только дает энергию тонус плюс еще дает сытость вот сидишь ты монтируешь ролик или берешь подкаст как бы чик выпил стаканчик кофе и спать да наелся так считаю а вот как раз то спать тебя не тянет после герба еды тебя не тянет а там есть белок то мало простых углеводов там есть сложные углеводы но если так уже переходить частности это классная тема я короче сидел на 10 один раз около месяца 20 чем-то дней и там было пять перейдем в пищи небольшие порции короче там высчитаны калории белки всякая такая штука и заметил вот такую тему в обычной жизни мы едим иногда неправильно иногда мы едим завтрак забыли обед чуть подзабыли до ужина далеко это один раз плотно ешь и под на весь день грубо говоря бывает и такое и за замечал за свою постоянно работе красить вот пообедаешь сильно спать охота чего ты приходишь и просто грубо тебя хотя ты возможно выспался но невозможно себя держать в руках хочется спать или просто в телефоне залипачку двери мне кажется для работодателей как будто бы важно было бы не столовку рядом организовать а может какое-то правильное питание поставлять потому что когда я сидел на диете маленькие приемы пищи небольшие по количеству и они были частые и вот я обе все идут на обед обед я быстро так сел и блин так жалко себя было честно такая маленькая порция но ты и съел ты наелся и ты сидишь энергии много спать не ход и ты очень продуктивен по идее мне тот месяц очень понравился скинул вес чувствую себя хорошо потом в мою жизнь вернулись плохие представься кока-кола бургер это у тебя была временная такая диета да а если бы ты включил свой рацион продукты herbalife nutrition то это был бы такой образ жизни этого и прикинь ты всю жизнь себя чувствуешь классно здорово ты утром стал у тебя энергия там поехал дальше дела делаешь двигаешься то есть тебя на сон не клонит то есть у тебя продуктивность твоего кпд твоего тела она повышается в разы вот я утром встаю там 67 утра да и там до 12 ночи хватает времени и с клиентами пообщаться из команды и съездить и встретиться и пообедать там я не знаю спортом позаниматься и что-то еще посмотреть то есть ты повышаешь за счет качественного топлива вы грязи днем спите кто тебе такой сказал но были прикольно по идее смартфуд это это просто полезная еда удобная классно для современных людей единственное что-то мне не нравилось единственное когда все заказывают вместе что-то поесть ты как черт один свое хавы жир еще не как будто вкусное что-то у тебя не у тебя брокколи да а у меня да там же такое вот это самый обидный момент коллективный прием пищи но если всех подсадить да на суша но вот еще же опять же до возвращаясь когда ты переходе включаешь вот что-то из герболайфа в свой рацион то это же вкусно понимаешь ты ты кушаешь или вкусную выпечку полезную от которой тебя не тянет на сон там сделал я не знаю там маффины пирог блины и там кекс какой-то полезный тебя ты ты кушаешь вкусно полезно и на сон не тянет и хочется больше работать звучит прям как подборка такая у нас как вам вообще целом обложка ну не знаю я человек скромный мне кажется ту матч но но у меня это стоит на рабочем столе из такого я могу привести пример допустим как у меня произошел курьезный случай с одним клиентом то есть человек написал мне в инстаграме потом перешли на вот сапсу было желание так скажем у человека поменять что-то в своем питании и значит мы все все как бы там да да там обозначили дату день как бы и даже и я назначил там скинул адрес там или написал адрес говорю вот вот там то мы находимся там-то клуб здорового образа жизни и утром назначенное время где-то за 10 минут мне звонит человек этот и говорит ну я вот подъехал что-то не могу найти в итоге оказалось что мы находимся в двух разных городах вообще астана и алмата наверно астана и алмата вот такой вот произошел как бы этот но курьезный случай как бы с моей практика вы представляете по тому адресу в астане там не клуб здорового образ жизни было что-то плохое и он парк ездил да вы его направили туда и он до сих пор там у нас же встречи все ранние то есть мы стараемся как бы с клиентами встретиться там с утра до работы пока они не загружены потому что в 9 10 уже все там клиентов стрессы там движуха своя там работа какие-то там очень много просыпают встречу пораньше если клиент не приезжает мы мы к нему стучимся спасибо вам большое спасибо всем было приятно